записываю видео специально для канала глобальная волна и ярослава старухина спасибо тебе ярослав за то что позволяешь мне выступать на твоем канале после первого видео обсуждение очень быстро стартанула куда-то в космос начали обсуждать духа душу и все такое давайте не так быстро для начала будем опираться на что-то более земное в искусственном интеллекте да давайте вспомним о том что размышлять о таких вещах о духе о душе можем только мы такие вот независимые философ самозанятые нищеброды в основном честно говоря а вот например люди которые имеют официальную работу они об таком даже говорить не могут могут только критиковать потому что официальная дам доктрина наша существующая философская парадигма обязывает человека считать что человек думает мозгом что все мышление и вся память происходит в мозгу человека и кто думает не так тот считается идиотом и маргиналом без мозгу я вот например могу человек сказать что человек мозгом не думает ну дворник может сказать кассир супермаркете может быть еще может а вот школьный учитель нет если узнать его выгонит полицейский не может чиновник это немыслимо вообще банковский служащий если заявит что человек мозга не думает а думает каким-то там душой духом субъектом ну он свою работу потеряет найдут другого это серьезное дело а пока мы можем это обсуждать пока нас еще в тюрьму за это не сажают давайте обсудим как человек может думать мозга википедия говорит нам что в мозгу человека 85 миллиардов клеток 85 миллиардов нейронов если мы представим что каждая клетка помимо всех остальных функций которые она должна выполнять в организме помимо функции связь помимо функции запоминания просто работает как процессор то процессор с 85 миллиардами транзисторов на сегодняшний день считается слабоватым современном процессе намного больше транзисторов чем нейронов в голове человек тут даже есть парадокс смешной но раньше удивительно никто этого не не обратил на это внимание что компьютер который обыграл каспарова в шахматы имел больше транзисторов чем количество клеток мозга в голове у каспарова вот такой вот парадокс если же мы представим что эти клетки использовались только для запоминания информации подобно тому как информация запоминается флешках современных телефонов допустим то 85 миллионов транзисторов хватило бы для запоминания примерно там 15 часов видео нам же совершенно очевидно что человеческая память намного больше чем 15 часов видео каждый человек может для себя понятие представить какова его память и сколько информации помещается на флешке ну допустим 16 гигабайт на флешке 16 гигабайт намного больше транзисторов чем клеток корей головного мозга вот еще раз посмотрите сами сколько информации в 16 гигабайтах сколько там видео им как бы для нас сейчас совершенно очевидно что как бы немного а когда тогда доктрина современная идущая еще со временам первых физиологов павлова который там собак мучил идет больше чем 100 летняя история у этой доктрины в те времена конечно до 85 миллиардов гигабайт это было страшное огромное количество шутка ли радиоприемник мог работать на одном транзисторе и это было чудо техники а 85 миллиардов это звучало убедительно сейчас же мы понимаем что человек мозгом думать не может но мы должны делать вид чтобы нас не отправили психушку мы должны соглашаться да мы думаем мозгом сам же деле это не так и это один из моментов которые должна победить наша новая революция одно из важных признание которое должно быть в официальной науке цельной доктрине в идеологии это то что человек на самом деле мозгом не думает я всех призываю поменьше думать мозга мыслите свободно головой не думайте она будет меньше болеть шутка дурацкая но ну что поделаешь но не может человек думать мозгом посчитайте сами но недостаточно в нем элементов человек думает своей собственной вселенной которую он всегда с собою носит информацию он помещает в свою отдельную вселенную из которую потом при желании может доставать в неограниченных количествах но это уже тоже другая тема но для начала просто задумайтесь о том что 85 миллиардов элементов для мышления для записи памяти совершенно недостаточно еще раз спасибо ярослав за то что размещаешь мои ролики чувак она Продолжение следует...